Астрономы и исследователи космоса вновь поднимают важную тему, касающуюся безопасности нашей планеты и Луны. В 2032 году Луна может стать целью удара астероида 2024 УГВА-Р4, который был обнаружен всего несколько месяцев назад и имеет диаметр около 60 метров. На первый взгляд вероятность столкновения в 4% кажется незначительной, но в масштабах космоса это реальная угроза, способная оказать влияние на Землю. Специалисты НАСА уже начали рассматривать различные сценарии, включая тот, которым очень многие могут удивиться. Вместо того, чтобы отклонить астероид, его планируется контролировать, а при необходимости и уничтожить. Слова астрофизика НАСА Брайса Луве показывают важность проблемы. Этот астероид – наш шанс протестировать пределы планетарной обороны, пока не стало поздно москна. Астероид 2024 Гиллери-Р4 вызывал беспокойство с момента своего открытия. Первоначальные расчеты показали, что он может столкнуться с Землей, однако последние уточнения указывают на то, что реальная траектория проходит ближе к Луне. Таким образом, угроза для нашей планеты уменьшилась, но зародился новый риск – возможность удара по Луне. Вероятность в 4% может показаться мизерной, однако для астрономии это весьма значимый показатель, ведь подобные события предсказываются раз в тысячу лет. Телескоп Джеймса Уэбба помог уточнить размеры астероидам о 60 метров. Это тело среднего класса, достаточно крупное, чтобы оставить кратер и поднять облако пыли, но в то же время достаточно маленькое для того, чтобы его можно было контролировать в рамках возможных космических миссий. Чтобы понять, насколько критична ситуация, следует вспомнить, что астероиды могут быть как угрозой, так и потенциальным ресурсом. В последние годы ученые все чаще акцентируют внимание на возможностях добычи полезных ископаемых из астероидов. С одной стороны, такие ресурсы могут стать важными для будущих космических колоний, однако с другой стороны, отсутствие контроля за их траекториями может привести к глобальной катастрофе. Астероиды могут стать не только цель быстрой минерализации, но и причиной разрушения жизненно важных для Земли объектов. На первый взгляд, падение астероида на Луну не кажется угрозой для человечества. Однако моделирование показывает обратное. Удар приведет к взрыву и выбросу реголита, создавая гигантское облако микрометеороидов, которые могут уйти на околоземную орбиту. Эти мелкие частицы, движущиеся со скоростью десятков километров в секунду, могут повредить спутники, нарушить навигацию и коммуникацию. Под удар попадут такие важные объекты, как Международная космическая станция, аппараты связи и орбитальные миссии. Даже небольшой поток таких частиц способен вывести из строя электронику и пробить обшивку космических кораблей. Эта угроза подчеркивает взаимосвязанность земных технологий и космоса. Любое событие за пределами атмосферы может существенно повлиять на повседневную жизнь. От интернет-соединений до операций с банками. После успешного завершения миссии ДАРТ в 2022 году, в рамках которой была изменена траектория спутника Диморфос, возникло общее представление о том, что астероиды можно толкать. Однако 2024 ГУАЗ-Р4 является совершенно другим случаем. Главной трудностью является неопределенность массы этого объекта. Хотя его размеры известны, состав остается загадкой. Если он плотный, как железные метеориты, его масса может превышать 900 миллионов килограммов. Если же он пористый, то масса может быть в десятки раз меньше. Такое различие делает расчет необходимой энергии для отклонения почти невозможным. Ошибка даже в несколько процентов может привести к катастрофическим последствиям. Недостаточный импульс не изменит курс астероида, а избыточный направит его к Земле. К тому же времени на принятие решения остается крайне мало. Оптимальное окно для запуска миссии – 2028 год, что дает всего 4 года на проектирование, сборку и испытания. В НАСА рассматривают вариант контролируемой фрагментации астероида. Первый подход подразумевает использование мощного кинетического ударника, аналогичного ДАРТ, но рассчитанного не на толчок, а на разрушение структуры. Второй, более радикальный вариант – использование ядерного заряда. Он может быть подорван либо на поверхности, либо под корой астероида, превращая его в облако пыли. Этот метод снижает зависимость от массы и формы цели. Несомненно, такое решение связано с этическими и технологическими рисками. Испытания в космосе еще не проводились, а последствия реактивного выброса материалов требуют точного расчета. Одним из важных аспектов такого подхода является возможность его использования как урока для будущих миссий по защите планет. Первый. Анализ траектории. Ежедневное обновление орбитальных параметров с помощью сетей наблюдений НАСА и ЕСА. Два. Оценка массы и состава. Спектрометрия отраженного света помогает определить плотность и материал поверхности. Третий. Выбор стратегии. Рассмотрение между кинетическим и ядерным методом на основе новых данных. Четвертое. Моделирование. Компьютерные симуляции прогнозируют фрагментацию и распределение осколков. Пятое. Тестирование технологий. Отработка управляемых взрывов на малых мишенях в околоземной орбите. Ошибка. Недооценить массу астероида. Последствия. Неэффективное отклонение и повторная угроза. Альтернатива. Предварительная миссия разведчик с посадкой датчиков. Ошибка. Применить слишком мощный заряд. Последствия. Фрагменты перейдут на орбиту Земли. Альтернатива. Использовать дистанционный подрыв и контролируемое рассеивание. Ошибка. Тянуть с решением до 2030-х годов. Последствия. Невозможность успеть с запуском. Альтернатива. Начать проект в ближайшие два года. Если произойдет удар, то он может образовать кратер диаметром до километра. А выброс пыли поднимет облако частиц на тысячи километров. Часть материала может уйти на орбиту Земли. А часть вернется обратно на Луну. Через несколько дней вокруг нашей планеты может сформироваться кольцо микрометеороидов, что повысит риск повреждения спутников и орбитальных станций. Происшествие такого рода может иметь далеко идущие последствия для научных исследований, космических запусков и повседневной жизни на Земле. Около Земли может образоваться не только кольцо микрометеороидов, но и поток пространства, загрязненного мелкими частицами, которые могут мешать наблюдению глубинного космоса. Какова вероятность, что обломки достигнут Земли? Менее 1%, но при неблагоприятном угле части фрагментов могут войти в атмосферу, как метеоры. Можно ли заранее увидеть изменения орбиты? Да, телескопы фиксируют даже миллисекундные отклонения. Почему не использовать лазерные установки? Эта технология пока не обеспечивает нужной энергии и точности. Что произойдет, если миссию не успеют запустить? Ученые перейдут к наблюдательному сценарию и оценке последствий удара. Миф. Ядерный взрыв в космосе вызовет радиационное заражение. Правда. В безвоздушной среде радиоактивное облако не распространяется. Миф. Луна способна поглотить удар без последствий. Правда. Микрочастицы после столкновения могут угрожать спутникам Земли. Миф. Астероид можно сбить пушкой. Правда. Энергия даже крупной ракеты слишком мала для изменения орбиты. Вероятность столкновения Луны с астероидом сравнима с шансом выигрыша в лотерею. Но последствия несопоставимы. Удар даже небольшого тела может выбросить в космос миллионы тонн лунного грунта. В истории уже были случаи, когда астероиды меняли курс после прохождения мимо Земли из-за ее гравитации. Человечество уже сделало первые шаги в защите планет. Миссия DART в 2022 году убедительно показала, что траекторию астероидов можно изменять. Теперь внимание переключается на сценарии, когда у ученых есть ограниченное время, а цель – разрушение объекта. Опыт с 2024 года у ER4 может стать генеральной репетицией для будущих угроз. Ведь вопрос планетарной безопасности – это не научная фантастика, а важная часть современной геополитики и технологий 21 века. Важным аспектом данного сценария является также международное сотрудничество. Решение о применении ядерного заряда или другого метода может потребовать согласования на уровне государств, поскольку последствия могут коснуться не только одной нации, но и всего человечества. Важно, чтобы в этом процессе участвовали все заинтересованные стороны, и разрабатывающие сценарные племена готовили соответствующее обращение к международному обществу. Текущая угроза со стороны астероида 2024-R4 заставляет науку пересматривать свои методы защиты не только Луны, но и Земли. Эпоха, когда человечество должно изменить свои представления о космических угрозах, уже настала. Этические, технологические и политические аспекты, связанные с потенциальными решениями для защиты от астероидов, требуют грамотного обсуждения и понимания. Реальные действия, предпринятые сегодня, могут стать спасительными для будущих поколений. Астрономы и ученые должны оставаться бдительными и настойчиво работать над разработкой технологий, которые помогут избежать потенциальной угрозы. Ведь каждый успешный проект по защите от космических объектов даст нам возможность не только защитить Землю, но и научиться использовать космос для нашего же блага, перестав рассматривать его как лишь источник относительно потенциальных катастроф. Обсуждение этой темы будет продолжаться, поскольку в бескрайних просторах космоса всегда могут появиться новые угрозы. Важно не только реагировать на них, но и заранее разрабатывать стратегии и методы защиты. Путь к безопасности во многом зависит от сотрудничества ученых, правительств и международных организаций, способных объединить усилия в борьбе с космическими угрозами. Таким образом, планетарная защита становится неотъемлемой частью нашей цивилизации. И каждая новая информация, каждый сделанный шаг приближают нас к миру, где мы сможем сосуществовать с космическими соседями без страха за свою судьбу.